А мы идем к Чокобо, у них тут мир и покой. Мы с вами прибываем на ферму Чокобо Квизу и здесь, друзья, мы с вами опробуем гонки с ветерком. Сегодня эта часть номер 89 Final Fantasy 15 проходится исправно на 100%. Давайте попробуем впервые изменить нашего пернатого друга. Подойдем вот к этой девушке и поговорим. Так, в магазине можно еще докупить вот этого. Я думаю, что вообще можно докупить всего. Так, сейчас и сделаем. Вот. И модифицировать. Заглядывайте! Ну нет, я хочу модифицировать. Вы и вас уже заждались. Так, имя. И по совету, заказавший это прохождение Muse Heart, мы с вами назовем его... Никак мы его не назовем, потому что буквы у меня не печатают, как бы это ни было прискорбно. Ну-ка, давайте еще раз. Не хотят. Может быть, потому что у меня стоит раскладка. Хотя нет, вот я меняю. Не печатаются. Нет. Ладно. Я хотел назвать его Boku. Как Final Fantasy 5. Попробую потом сделать это как-нибудь еще, но пока не печатается. Используя семена и фрукты, выигранные в гонках или полученные за выполнение заданий, вы можете изменять цвет вашего Чокобо. Я бы хотел сделать ему черный цвет, потому что на гонках, если вы помните, в золотом блюдце, самый топовый жокей был на черном Чокобо. Final Fantasy 7. Другие цвета очень красивые. А черного как такового нет. Есть вот такой пепельный какой-то. Ну ладно. Пока сделаем таким, светло-серым. Так, а что для этого нужно? А для этого ничего не нужно, просто выбрать цвет. А также медали. Побеждайте в гонках на Чокобо и выигрывайте медали, которые ваш Чокобо будет с гордостью носить на шее. У нас есть только декоративная медаль. Простая сувенирная медаль, которую можно для красоты повесить на шею Чокобо. Можно несколько? А, тут места, куда их вешать, выбирать можно. Ну раз она простая, повесим ее вот сюда на бочок, а не в центр. Рада иметь с вами дело. Да, спасибо, нам тоже было приятно. Ты ничего нам не расскажешь? Например, не холодно ли тебе под каплями этого дождя? Он прибежал такой, типа, хватит увлекаться девушками, поехали на гонки. Значит, первым делом на Чокобо, ну а девушки потом едем с вами на трек. У нас уже, он достиг десятого уровня, возможно, если бы он был низкого уровня, нам было бы сложнее здесь побеждать. Но я не знаю, сейчас вместе будем это познавать, друзья. 16 часов уже, и время такое дождливое. Спасибо, пожалуйста. Может быть, дождаться утра. Ну я тут немного покачался, кстати. Надо отдыхать на причале Галдина. Как вы видите, вот есть какое-то количество опыта. И для этого мне пришлось, мне пришлось, друзья, ни много ни мало, но сокрушить 5649 коктуаров. Ну так, слегка. Потом сходим на причал, отдохнем. Можно просто добежать до лагеря, дождаться утра. Хотя давайте, ладно, первую гонку проведем вечером и под дождем. Эй, вы на гонке? Да, поехали, погнали. Гонка против промта? Да. Ага, ладно, поехали, нах. Это ж надо было, наверное, его покормить в лагере травой, чтобы у него бодрости больше было. Я не успел совет прочитать, потому что загрузка была быстрой. Правила гонок Чокобу. Придите к цели раньше всех остальных. Вас снимут с гонки, если вы сойдете с дистанции или пройдете контрольные точки не в том порядке. Пром-то стартанул неплохо. Там не было фальшстарта, вы внимательно смотрели? Может быть его нужно дисквалифицировать? Слушайте, посмотрите, что творит. У него, наверное, травой накормил своего скакуна. Еще и по размытой дороге. Так, здесь я его обошел. По карте даже видно его иконку с буквой П. Но хорошо бы оставить немного запаса бодрости перед финишем, чтобы его применить. И, конечно же, мне сейчас не могли не вспомниться гонки из Final Fantasy VII. Помните, нам там тоже нужно было становиться лучшим жокеем, выигрывать разные призы. И неоднократно участвовать в них на золотом блюдце. Медаль арансийского Чокобо. И мы победили. Новый рекорд. Минута, 1 секунда и 953 миллисекунды. Ну, кстати, друзья, я разместил новый мировой рекорд по спидрану в игре Super Mario у себя на стене. Вконтакте можете посмотреть. Там эмоции, конечно, были... Поздравляю! В следующий раз вас будет ждать новая трасса. Рановато почивать на лаврах, а? Эмоции у игрока были очень живые. Так, а что здесь? Статистика. Против промта, против гладио. Тут теперь будет наша статистика размещаться. Против гладио пока что статистики нет. 18 часов. Ливень закончился. Поехали. Ну да. Отлично. Вечерняя трасса. Восход. Айсиджа. Зажми за всех сил. У этого крутого гладио нет никакого шанса. Высшего класса пилотаж за ног там. Внимание! Где там на чоку бы педаль газа? Давай, давай, давай. Я... Ничего себе он полетел. Ты там баллон с закисью азота ему интегрировал в кишечник. Я не знаю. Остановитесь. А можно как-то срезать? Или сразу дисквалифицируют? Тут, например, вот если так. Наверное, сразу дисквалифицируют. Ага, как же. Еще и прыгает. Да, надо использовать прыжки. Это он подсказал хорошо. Вот так вот в прыжке мы мастерски обходим. А можно, интересно, сразу с несколькими соперниками тут забеги делать? Не, ну так для разминки, для разрядки довольно весело, вы знаете. Даже с одним противником. Но хотелось бы еще с большим количеством побегать, покататься на чоку бы. Так, нам вот сюда, да. Тут надо еще и посмотреть на мини-карту. Ну, а я так просто уже закончил. Медаль Дестерийского Чокубу. И новый рекорд. Советы профессионала гонки Чокубу. Это все, что я успеваю прочитать. Зрители бы сюда позвать. Может съездить за Синди? Кольца Чокубу. Гранжевый голуб. Ну, давайте. Синди, кстати, отлично, вы подошла давать нам отмашку на старте. И тут мне вспомнился. Нитфор спит андеграунд. Мне нужно за время пройти ее. Или преодолеть препятствия, не задев их. Интересно. Я должен это брать или нет? Да, это прям ускорило меня. Это я съел какую-то траву. Меня за это не дисквалифицирует, что я коснулся. Интересно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тут типа две надо было сразу пролететь, но... Не для моего мастерства пока что. Так, в повороты вписывайся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, хорошо, что эти штуки не лопаются, если ты... У них врезался, типа как... Зафейлил. Так. Выполнено. Хорошо. Выполнено, значит, хорошо. Медаль за забег на короткую дистанцию. Невероятно. Подготовлю для вас новую трассу. Только быстро у меня это не получится. Приходите попозже, хорошо? Рановато почивать на лаврах, а? Видимо, на этом этапе игры мы выполнили все задания, которые тут доступны сейчас. Эй, вы на гонке? Мы на гонке, да, но ничего нового нет. Ага, приходите еще. Окей. Хочется покормить Чокобо. Для этого нужно отдохнуть в лагере. А для этого нужно вначале отдохнуть на причале Галдина. Ну, в общем, друзья, я, конечно, тут еще не только кактуаров бил. Хотя бил их много. Вот у нас сейчас 214 часов. 2000 у нас очков способностей. Можно взять, наконец-то, запредельные уроны, которые давно нужно было взять. Так, и я хотел взять возможность переключения на наших героев. И как советовал один из подписчиков, он говорил, что выбрал бы промпта для начала. Я тоже возьму способность переключения на промпта. И попробую побегать им, а потом остальными героями. Ну, теперь у нас, как говорится, возможность чередовать открылась. Так что сможем это делать. Так, изучаем запредельный урон для него. И запредельный урон для Игниса. Вот и 2000 просто так вот. Вау, туда их. 20, 20. Да давайте сразу изучу и закроем эту ветку. Все, приемы у нас все. Бумагия, окей. Восстановление, приемы. Что тут в восстановлении? Надо будет тоже его добить. Так, я нажимаю кнопку, которая там была написана. Там было B написано, если я не дурак. А, во время сражения. Все, я понял. Здесь нельзя переключаться. Хорошо. Так вот, друзья, я начал и не закончил, что мои путешествия, они еще позволили кое-что понаходить. А точнее, кое-кого. И такие вещи мне напомнили поиск странников из Феймарка в Файнал Фэнтези 4, помните? Ну а сейчас мы отправляемся с вами в Старый Листалум. Как же это хр... Это ближайшее место. Да, я нашел еще охотника, которому требуется помощь. И пока игра загружается, вспомним о той пещере ледяной, в которую я не пошел сразу, так как там будут у нас сюжетные события. Ну, я получил сообщение от подписчика, что туда можно сходить, взять там тот предмет, который должны нам по квесту дать. И просто тогда мы сразу сможем сказать, что мы его уже нашли, уже были в этой пещере. Я думаю, не многие так делали, и это будет интересно посмотреть. Нестандартно это все реализовать. Не по сюжету туда пойти, а посетить ее ранее. Так что мы в ближайших частях сходим в нее. Сейчас зовем Чокобу. Мохи, я не привык, что ты у нас такой пепельный. Я потратил почти все устаревшие банкноты, монеты, так как делал постоянно себе магию на этих актуарах, которые тоже умножают. Не в ту сторону пошел. Не, нормально все. Умножает наш опыт. Тут надо будет вдоль берега пронестись. Нокт в темной одежде на сером Чокобу в ночи. Просто мастер маскировки. Посмотрите, как выделяется Гладио. И как сливается с местностью Нокт. Ему еще фонарик выключить и вообще будет стелс. Как Шэдоу в Файнал Фэнтези 6. Что-то есть. Просто что-то на бетонной плите появилось. Не запылилось. Редкая монета. Не откажусь. Еще что-то есть. Это появилось совсем недавно. Потому что когда я здесь путешествовал и искал что-то и нашел в итоге этих охотников. Этих вещей не было. Я шел прям по этой плите таким же маршрутом. Но я вначале прошел здесь на Чокову. Потом вот исследовал все эти глубины лесные. Так их назовем. Потому что здесь заросли капитальные прям. Я не хочу сражаться. Я хочу взять то, что выросло. А вы тут начинаете хрустеть мне. А перед тем как идти в лес Талум. Но я думаю, что вне видео. За кадром так сказать. Я пройду по всем доступным нам местам. Покушаю везде все что можно. Может еще какой-то рецепт выучит Игнис. И хочу посетить еще все рыбалки. Может что-то новое где-то выловлю. Так. И вот куда нам нужно. Мы приходим сюда. Здесь вот эта штука выломанная. Она кстати привлекла мое внимание. Думаю. Выломали заграждение дорожное. Пройду. Здесь можно взобраться на эту вышку. Там ничего. И я как раз тоже это проверял. Потом куда-то сюда двинулся. И вот он. Крик о помощи. Малейшая оплошность. Называется задание. Ночью его будет сложнее отыскать. Я думаю мы справимся. Земной самоцвет. Ну где-то здесь под горой должен сидеть. Его кстати с этой вышки хорошо видно. Ой ребята вы хрустеть будете. Это вот я не учел. Погодите вы. Б. Давайте переключимся. Ух ты. Можно выбирать. И сделай красиво. Пром-то. Видимость плакает. Очень непривычно. Он не телепортируется. Как им играть? О я стреляю. Я стреляю. А как переключать оружие? Ничего себе базука. Вот это. Вот это вещь. Пром-то сполох. Давайте сделаем. Что это за сполох. Сполох ослепляет противников яркой вспышкой. Понижая их параметры. Отлично. И пром-то. Селфи стрел. Позволяет вам сделать селфи с врагами. Несмотря на ваши разногласия. О тут можно классные фото делать. Вообще ништяк. Я устал как собака. В общем пока я был с селфи стрелом. Ребята уже закончили все. Ну базука мне понравилась. Я хочу шмальнуть из нее. Откровенно да. Так. Ну и ночью конечно же поиски. Во-первых давайте я это задание активирую. Вот так. А вот и он. Ну что ж я зараза свечу ему в лицо. Помогай. А не святи. Использовать противоядие. Да. А ну сколько на его часах времени. Все прошло как нельзя уже. Пять минут четвертого да? Точнее не четвертого. Пятого. Ну как-то так. Нам дали полторы тысячи гилл за спасение этого охотника. И еще одно выполненное задание по поиску охотников у нас в копилке. С прохождением глав. Спасибо. Тоже как мне сообщили. И охотники и поломанные автомобили будут появляться в тех местах, где мы уже бегали. Но сейчас их нет. Например надо пройти игру там до восьмой главы и до девятой. И потом во многих местах появляются еще автомобили. Охотники. Так что в каждой главе я буду исследовать мир. Для вас нам надо всех их понаходить. И мы это сделаем. Так. Теперь хочу сходить. Вот сюда. Исток реки Венат. Ну давай приземлись, приземлись. А теперь пожалуйста к машине вернись. Если я когда-то буду делать стримы, этот звук можно ставить на... Природа это здорово, но чем нас больше, тем безопаснее. На поступающий донат. Он падает и... Ммммм, спасибо, приятель. Как вариант. Один из вариантов. Используйте оружие и аксессуары, чтобы улучшить характеристики персонажа. Нажмите 2, 1, 3, 4, чтобы сменить текущее оружие. Почему начали с 2? Потому что я как раз за это похвалить хотел, потому что сам люблю нестандартные решения. Так, али мантия у меня по-моему полная. Ну или почти полная. Надо бы сделать какую-то магию. Можно сделать эту убийственную, как у нас было много раз. Там 30 раз, чтобы она у нас юзалась. Наверное так и сделаем. Чуть-чуть тут надо дозарядиться. Сахаугины. Кто здесь? У меня есть на опыт. Ну да, они. Или он. Все-таки он. Декактуаров я знатно погонял, конечно. Кучу подкастов послушал за этот период. Так. Может все-таки это 83 штуки. Так, ладно. Коготь с облик лыка надо продать. У скерла. Внезапный эффект смерти ни разу не причинял еще. Сколько я не пробовал. Я не помню, что там был за item. Гребешок как адреса одновременно дает опыт заклинателю. Надо пойти их навыбивать. Тут у скреветки. Всего один. Редкая штука. Вот они, клешни краба. Можно их тоже такое. Сейчас не нажал. Не прожалась кнопка мыши. Давайте вот так. А-а-а-а. А-а-а. на имперцев будет очень хорошо идти на разгон 75 раз под утро добрались теперь надо мне кое-что еще проверить какой красивый восход просто посмотрите на воду как классно нарисовали я когда-то когда воду в муровинде увидел впервые я думаю ничего себе и представить не мог через небольшой период времени уже вот такая будет красивая вода в играх ну давай про сахаугин у тебя полностью ты же не тот сахаугин который который запомнился всем у вас панцири нет с вами попроще ну прям водятся так на этом побережье а это черти а это уже не сахаугины начнем тогда вот так ого кто-то сейчас было технично так идем далее ах ребятки ладно у меня просто стоит магия которая на опыт против вас другая ну ладно не думал что вас сюда на бережок выкинуть идем по побережью дальше куда же мы идем стремимся во что мы упремся в конце концов я еще сам не знаю но иду да утром на этом берегу очень красиво меня файнал фэнтези 15 очень мотивирует на какие-то такие путешествия в дикие места они не знают у кого нарвались ты не говори что тут скажешь да сокровище далеко-недалеко вот возьмем его там аса или кто ого снова вы ну-ка дружки давайте вы уже рассосались я смотрю здесь уже не получится нормально бомбануть ну хотя бы как-то вот так да слабенько да слабенько слабенько ну вот и все нет не все камушек ну-ка ты сможешь я в тебе верю вот тут раз так оп умничка ведь чепхемская броня пчелы не одна а сразу несколько что довольно удивительно молодец хорошо преодолел так так мы добрались до тупика да окей да можешь и можешь и не можешь о как там облака красиво стелятся так вот же просто все все к твоим услугам все условия я думаю что здесь вода такая достаточно холодная и прям бодрячком вылезешь с легким обжиганием и покалыванием в мышцах приятным и потом весь день бодр вообще в ледяную воду с утра окунаться это такой кайф потом действительно бодрость у тебя в течение дня вот как-то оно так освежает надолго не в холодную которая из крана а в такую которая градуса там 3-4 какую-то из источника вот это очень классно кто там еще неразительно я не вижу помогите мне увидеть кто здесь а ты что тут скажешь а ты же ненавидишь я да терпеть их не могу и я они мерзкие тара-та-тан-тан тара-та-та-тан вообще на этих скалах может быть мы что-то и найдем или до дороги добредем так так если я ничего не путаю вроде что то я здесь находил ну давайте еще побегаем немножечко пчела убийца была убита еще до того как она поняла что тут есть поблизости так мы кстати так дойдем до нужной нам локации нам же сейчас вот сюда двигаться ледниковый грот там и загадочные обрывки наверное там будет еще такая дверь которая только после пятнадцатой главы откроется хочется все-все их посетить исследовать и увидеть какие там крутые будут у нас сражения и события так я к рыбалочке подошел друзья значит наверное здесь завершим в следующей части мы с вами отправимся в ледниковый грот поэтому до скорых встреч до сих пор до сих пор до сих пор руки заф怎么 до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...